Вписанный угол. Это любой угол, вершина которого лежит на окружности, а лучи эту самую окружность пересекают. Например, такая картинка. А, В, очень важно, В лежит на окружности. Это не просто какой-нибудь угол, а точка В на окружности. И вот эти вот лучи пересекают окружность. Это центр. Применяя только что доказанный факт, сумейте доказать, что угол АОЦ, его называют центральным, в два раза больше угла АВЦ, который называют вписанный. То есть центральный угол в два раза больше вписанный. Заметьте, четырехугольника сейчас на доске нет. Поэтому для того, чтобы сделать работу, мы с вами должны придумать четырехугольник. Да, пожалуйста. А может быть, можно поставить, настроить те же самые радиусы и... Можно, можно. И таким способом теорему тоже можно доказать. Но я сейчас не хочу. Я хочу непосредственно воспользоваться четырехугольником. Надо поставить точку между А и С, которая лежит на... Правильно. Где точку поставим? На меньше дуге АС. Посередине, то есть. Замечательно. Д не так пишется. Смотрите, пожалуйста, как пишется буква Д, чтобы она отличалась от буквы О. А теперь то же самое, только красиво. Ой, Тарут. Ну, просто пропись покупать надо. Нет, а теперь еще раз, чтобы получилось совсем хорошо. То есть, давайте размеры. Нет, размеры. Начните вот отсюда. Вы не в сапера играете. Не взорвет. А это называется постепенное умение писать. И это, кстати, абсолютно нормально. Потому что вы уже много печатаете, многое там на телефоне и так далее. А куда это удирается? Зачем? Нет, нет, нет. Делать так делать. Мы взяли середину дуги. Да, разумно. Да. Да. Нет, нет, нет. Вот это нет. Вот это нет. А кто же без этого будет лучше? А вот с точкой А, да, да. А вот с точки Ц, на последней. Господа, крайне простая картинка. Нет, зря. Дело в том, что если у вас д это была середина, то никакие такие особые дуги здесь не нужны. Если вы взяли середину дуги, опять, пожалуйста, все одинаковые, то все эти четыре угла будут, ради этого и брали середину. Когда вы берете любую, давайте, значит, что я делю картинку, мне кажется, это совсем очевидно, когда вы берете вот такую штуку, то эти два треугольника будут одинаковые. Понятно? Да, это понятно. Ну, если это середина. Если это середина. Мы специально брали D середину. То есть все эти углы, давайте их обозначим. ФИ, ФИ, ФИ и еще раз ФИ. А теперь будьте добры сказать следующее штуку. Чему равен угол АОС и чему равен угол АВС? Так. Как только вы это сделаете, я буду доказывать. Как найти величину угла АОС, если все эти углы, четыре штуки, это ФИ? Ну, мы знаем, что вот этот угол, это 180 минус 2 ФИ. Да. И этот угол 180 минус 2 ФИ. Да. Получается 360 минус 4. У любого четырехугольника сумма величин углов это 360 градусов. Отлично. Хорошо. А как найти угол АВС? Ради чего мы эту теорему доказываем? Сумма противоположных углов равны. Если сумма всех четырех углов 360, а сумма противоположных углов равны, то сумма противоположных это сколько? А плюс С сколько? 180. И Б плюс Д это тоже 180. Значит, сумма вот этих двух углов, угла Б, то есть два угла Д, это 180 градусов. Мне не очень понятно. Мы должны найти, чему равен какой-то... Мы должны помнить предыдущую задачу, потому что вы ее успели забыть. Подойдите, пожалуйста, к центру доски. Для любого вписанного четырехугольника... Что для любого вписанного четырехугольника? Суммы величин противоположных углов... А для того четырехугольника строим. То сумма Б плюс Д... Б плюс Д равно сумме А плюс С. Да. Мы знаем, что угол Д равен... Да. Значит, угол Б равен... В сумме они сдают 180. Да. Потому что сумма... Да. Значит, 180 минус 2. Ура! 180 минус 2. Народ, пони доволен. Вот это и есть. Я не могу с тобой убираться.